Воскресение Христово Воскресение Христово, оно уже дано нам и дано навсегда. Спаситель уже победил смерть, и он уже с нами. Мы приобщаемся ему, когда причащаемся к святых христовых тайн. Спаситель явно являл себя многим святым, и те христиане, которые очищают свое сердце, они тоже созерцают Господа. Поэтому никакие болезни, эпидемии, а самое главное страхи, они не властны над нами. Вот сам Спаситель, он же предсказывал, что будут землетрясения, глады, моры. Он говорил, что это все должно быть, и моры, то есть моровые болезни, то есть эпидемии, из-за которых кто-то будет покидать эту грешную, несовершенную землю, все это будет, и вот это есть. Эти эпидемии постоянно возникают, время от времени они наносят нам какой-то земной урон, но это не значит некое Божие отвержение. Даже святые люди умирали во время моровых болезней. Например, в XIV веке, когда чума, ее называли «черная смерть», она выкашивала просто направо-налево тысячи людей. И в Европе там где-то даже треть жителей, там где-то во Франции, в Германии, вымирала. И у нас в России вот святитель Феогност, митрополит Московский, он тоже умер во время этой эпидемии, а заодно умер и великий князь Симеон Гордый, заодно помирали другие видные люди. Просто это вот некая такая вот дань нашего несовершенного мира, который никогда мы не сможем с помощью научно-технического прогресса довести вот до совершенства, до райского совершенства. Утратили рай, поэтому будем терпеть болезни. И будем здесь умирать, как ни пытаемся мы удлинить свой возраст жизни, все равно это будет 70, если в силах, то 80 лет. Кстати, и преподобный Андрей Рублев, знаменитый иконописец, который запечатлел образ Святой Троицы, ведь он запечатлел его во многом из созерцания своего чистого сердца. И он тоже умер во время моровой болезни, это уже 1420-е года. То есть даже святые люди промыслом Божиим, они вот становились в каком-то смысле жертвами этих болезней, но и они в руках промысла Божия. То есть Господь, когда надо, это посылает, когда не нужно, Он это забирает. И наша задача быть верным Господу, наша задача понять, что мы в Божьих руках. И не нужно думать, что все вокруг рушится, что приблизились какие-то последние такие времена. Даже наоборот, если мы посмотрим историю, вот эти прежние такие эпидемии, они не мешали духовному расцвету. Вот мы упомянули вот эту черную смерть, эпидемию в XIV веке, а в то же самое время в Радонежских лесах уже теплилась молитва преподобного Сергия Радонежского, и с него начинается духовный расцвет на Руси. Вот вспомним, допустим, знаменитые, известные вот эти холерные эпидемии, которых было немало у нас в России, и еще даже не знали, как их лечить. Помните, Пушкин спасался, находился в Болнино, это примерно около 1830 года, и многие умирали. А ведь в то же самое время это расцвет деятельности преподобного Серафима Саровского. Он уже давно вышел из затвора по повелению Божьей Матери, окормлял людей, и с него тоже начинается вот такой вот расцвет духовной жизни в России. То есть, несмотря на вот эти внешние такие какие-то вот нападки, несовершенства, несчастные случаи, эпидемии и прочие вот треволнения нашего земного мира, Господь, когда нужно, подает духовный расцвет и подает великих благодатных молитвенников. Это значит, что мы никогда не оставлены Богом. То есть, надо думать не о том, что какие-то болезни ходят рядом. Если нужно, Господь призовет тебя на небо через сердечный приступ, через что угодно. Как святого Артемия Веркольского, он, допустим, призвал через удар молнии свыше. Он умер от удара молнии, и селяне думали, что это он Богом наказан, а потом оказалось, что как раз Господь за чистоту его сердца призвал его таким образом. И Господь через это показывает, что никакая смерть, она не является недостойной, а по большому счету, никакой смерти нет, потому что у нас бессмертная душа. И когда мы вместе с воскресшим Господом, то ничего не страшно. С нами сам Господь. И вот к Нему и нужно всем сердцем обратиться, но не нужно игнорировать им волю священноначалия, потому что Церковь предполагает послушание. Если нам говорят какое-то время побыть дома и в таком уединении домашним предаться своей частной молитве, то тоже надо это послушаться, потому что посещать храм без смирения, разве это будет спасительно нам? Вот как нам благословляют, так мы и должны поступать, потому что спасается душа за счет смирения и послушания. И Господь иногда нас тоже ставит в такие условия, чтобы мы немножко побыли вот этими пустынниками, отшельниками, особенно в одни Великого Поста. Через это проходили фактически все святые угодники, преподобный Антоний Великий, Макарий Египетский, святой Василий Великий, Иоанн Златоуст, даже вот эти святители, которые впоследствии сияли миру высотой своего святительского служения, и они в какой-то период своего времени тоже пребывали в таком уединенном молитвенном делании. Так что и мы, на время удаляясь от общественного богослужения, а сердцами продолжая пребывать в храме, мы вот уподобляемся этим отцам-аскетам, Иоанну Златоусту, Григорию Богослову и Василию Великому, и прочим святым, которые в своей духовной жизни тоже имели опыт вот такого отшельничества, когда в тишине своей домашней молитвы они тоже восходили ко Господу. Поэтому самое главное, это вот не нужно никаких тревог, страхов. Все это пройдет, все это минует, это станет такой вот ступенькой на личном пути каждого из нас ко Господу, и, несомненно, все мы вновь вступим под своды наших благодатных храмов, а самое главное, чтобы и сейчас наши собственные сердца с помощью вот этого личного духовного делания преображались, притворялись в благодатный храм Божий. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok